Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! И сегодня я, как и обещала, расскажу и покажу вам о своей елочке, о сервировке стола. Кстати, дорогие друзья, если кто-то не видел видео о том, какую посуду я купила на сайте LariDood, то ссылочку я оставлю. Я там подробно все показываю, рассказываю. Во время сервировки стола я буду уже показывать все из расчета, что вы и так все знаете. Просто мне хотелось именно как-то расставить эту посуду, поэкспериментировать. Будет два варианта, но я думаю, что это будет интересно. Я пробовала по-разному расставлять. В общем, напишите потом, как вам понравилось. Вот теперь я думаю, с чего начать, с елочки или с сервировки? Так, ну, пока я думаю, можете подписаться на этот канал, поставить лайк, дизлайк, сделать репост этого видео. Ну, а я все-таки решаю начать с сервировки стола. Поехали! Ну вот, дорогие друзья, я вам обещала показать сервировку стола. Посмотрите, вот это скатерть. Это скатерть такая, лен стопроцентный. Я посмотрела качество, стопроцентный лен. Такие же точно салфетки. И вот посмотрите, как можно сервировать. Сейчас я сделала так, потом попробую немножко по-другому. Итак, сначала вот эта джутовая салфетка натуральная. Потом идет большая тарелка в полосочку, да, которую я тоже показывала. Вот. Дальше идет небольшая тарелка десертная. И вот золотые, вот эти я покупала в Zari Home, мисочки для салата. Они также годятся и для сервировки. Вот. Золотая ложечка. И вот золотые приборы матового, сатинового такого золота. Вот. Сервируется таким образом. Хотя не обязательно так, но это вот как один из вариантов. Вот. Здесь стол накрыт на 4 персоны. И вот смотрите, здесь будет, конечно, центральное блюдо, салат и салатные приборы. Очень красивые. Они из глянцевого золота. Сейчас я сделала, ну, такую имитацию салата. Композиция из венков с бусинками и вот такая вот золотая свечка с цветочками-снежинками. Это приборы для тортиков. Ну, а теперь давайте посмотрим, какие я выбрала стаканы. Вот, смотрите. Помните, я их смотрела в Zari Home? Такие с пузырьками. Само несовершенство. Вот еще этикетка тут отрывала не до конца. Само несовершенство. Ну, вот я люблю все именно такое. Вот такие же пузырчатые стаканы. Я выбрала разного цвета именно для того, чтобы стол выглядел красиво. Эти пузырьки просто завораживают. Смотрите, мы с вами находимся на кухне. Здесь такая обстановка немножко старой Барселоны. Обшарпанные стены. Вот это керамика Гауди в стиле Гауди. Помнится, лет 20 назад я посетила Барселону. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Я купила такой кафель, побила его и сама сделала такое панно на стене. Стены, вот эта вот такая штукатурка, тоже старая, как бы покотина. Это все мой труд, моя работа. Потому что мне очень нравится, в принципе, такой вот стиль. Далекий от совершенства. Сейчас, конечно, я уже немножко по-другому все делаю. Но, тем не менее, вот эта стилистика, она меня завораживает. Вот видите, здесь вот меньше. Они вообще все разные. Они разные по высоте, по толщине. Это все ручная работа. И тарелки эти ручная работа. И вот эти бокалы ручная работа. Они вот даже, если их вот, например, сейчас рядом поставить. Один выше, другой ниже. Один толще, другой тоньше. В одном пузырьков больше, в другом меньше. А мне нравится именно сочетание вот этого простого, деревенского джута, льна, вот этих керамических грубых тарелок вот с этим элегантным, изысканным, стильным сатиновым золотом. И, конечно же, это сатиновое золото надо было поддержать мисочками. Поэтому я сначала три салатника купила. Но после того, как я заказала вот всю эту посуду на сайте Ларидут и вот эти вот стулья, я сейчас вам, кстати, его тоже покажу, то картинка у меня сложилась. Если вы посмотрите на вот этот вот а-ля Гауди орнамент римский, да, назовем его, все цвета, которые там задействованы, да, вот видите, синий такой вот, немножко розовато-бордовый, коричневатый, зеленоватый, все это там присутствует. Поэтому мне хотелось вот поддержать эту тему. Стул тоже потрясающий, вот такой. Глубый, стильный, все, как я люблю. Ну, для каждодневного использования я придумаю, какую подушечку сделать. Вот, я его купила с большой скидкой. Кстати, все ссылочки я вам тоже оставлю. Можете воспользоваться моим промокодом и цены будут, в принципе, очень даже адекватными. Решила попробовать без джутовых салфеток. Тоже выглядит очень хорошо. Стол более свободный стал. То есть, можно ставить будет вот на свободное место другие салатники, чтобы не организовывать дополнительное специальное место для, ну вот, именно для подачи еды. Очень красивое цветовое сочетание. Нравится мне. Можно относиться к этому как к конструктору. Ну, и давайте я вам покажу, как выглядит пол на кухне, чтобы вы увидели вот эту вот концепцию. Кухня делится на три части. Вот там рыжая-коричневая такая римская полоса. Далее идет такая терракотово-горчичная. Разделительные полосы, как ковровая дорожка. И дальше идет светлая плитка. И солирующим элементом этой кухни является вот этот вот... Он, кстати, напольный. Напольный элемент. По-моему, шикарное сочетание. Напишите, что вы об этом думаете. Под видео, где я показывала распаковку, многие писали, что тарелки грубые, некрасивые, что они убогие, что они никакие. По мне, так они просто супер. И мне кажется, что сервировка стола полностью продемонстрировала это. Ну, а теперь поговорим о елочках. Это мой шестой Новый год на Ютубе. Или пятый. И каждый раз я украшала елочки по-разному. Давайте я вам покажу прошлогоднюю елочку. Потому что она была очень красивая, необычная. Вот коротенькая зарисовочка. Это белая елочка с огромным количеством чудесных игрушек. С персонажами, утонченными, изысканными. В таких бело-серебристо-золотистых тонах. Здесь и балеринки, и какие-то сказочные герои. В общем, елочка получилась необыкновенно красивая, легкая, белая. И, возможно, на следующий год или в какой-то другой год я повторю эту идею. Но в этом году мне захотелось зеленую елочку. Поэтому она зеленая. Да, ее практически не видно. Я люблю елки, увешанные игрушками до потери пульса, до потери сознания. Чтобы елку вообще было практически не видно. Потому что мне очень нравится вот это украшательство. И чем больше украшений, мне кажется, тем лучше. Это мой вкус. Я понимаю, что это не всем нравится. Мне уже писали, где, собственно, елка. Ну, елка, она вот, собственно, вот здесь. Сейчас вы увидите ее подробно. Я оставила несколько персонажей моих любимых. Вот, типа, этой балеринки. Типа, вот этой балеринки, которую я покупаю уже давно. И у меня их достаточно много. Они немножко в разном стиле. Немножко разного такого типа и направления. Но, тем не менее, я могу устроить целое лебединое озеро. Собственно говоря, прошлогодняя елка как раз и была в таком стиле. Вот, лебединого озера, да. Вот. Цветы. Первый раз, лет 5 или 6 назад, я увидела, вернее, обратила внимание. Может, они и раньше были. Но я обратила внимание, как красиво выглядят елки, украшенные цветами. То есть, перемешкаю цветы, игрушки. Я стала покупать эти цветы. Они, надо сказать, не дешевенькие. И я старалась отследить и на распродаже набрать побольше разных цветов. И вот, в настоящий момент у меня их скопилось просто бесчисленное количество. И можно утыкать не только такую елочку, которая у меня где-то метр длины, метр высота у нее. Но и какую-то более огромную елку все равно можно украсить. Будет очень красиво. Мне хотелось сделать такую елку, знаете, в стиле Фрида. То есть, с цветами. Помните, как Фрида вот здесь вот носила такие цветы? Очень красиво. Так как этот образ меня манит, всегда меня тянет именно к такой стилистике, какой-то, знаете, этнической, немножко деревенской может быть, немножко простой. Вот, собственно говоря, результат моего настроения в этом году именно такой. То есть, мне хочется буйства красок, разнообразия, необычности и в то же время чего-то такого, знаете, мягкого, нежного. Ну, в общем, то, что ассоциируется с цветами. Напишите, какая елка вам больше нравится. Белая с игрушками, вот, прошлогодняя или вот эта. Ну, лично мне нравятся обе, потому что я люблю разнообразие. Вообще, все, кто смотрит мой канал знают, что я абсолютно всеядная, что мне нравятся и какие-то утонченные, изысканные вещи, и грубые, и какие-то явно китчевые. Я нахожу в этом какую-то особую стилистику, энергетику. И вот это разнообразие, это и есть наш богатый мир. Так же, как все мы разные, так и все должно быть разным в этой жизни. И главное, к чему я всегда сама стремлюсь и очень люблю людей, которые со мной в этом смысле на одной волне, которые способны воспринимать что-то другое, что-то необычное, что-то непривычное. Обожаю таких людей. И я знаю, что большинство моих зрителей именно такие. Поэтому я вас люблю, обожаю. Благодарю вас за все ваши комментарии, которые вы мне пишете, которые для меня являются поддержкой, мотивацией. И вот уже шестой год желание ввести ютуб-канал у меня не только не угасает, но наоборот расцветает. А прежде чем начать показывать елочку этого года, я хочу показать вам замечательные елочные игрушки, которые мне подарила и передала санаториум Вовкам из Риги Марико Демперане. Посмотрите, какие чудесные шарики сделала Марико. Все это вручную. Каждая паеточка. Все очень красиво. Знаете, такое рождественское сочетание. Есть немножко ощущение граната. Но в любом случае необыкновенно красивый шарик. И, конечно же, Марико он будет у меня в этом году на елке. Потому что у меня елка, видите, в этом году пестрая, не белая. Он сюда идеально вписывается. И второй шарик. Это, наверное, декупаж. Смотрите, здесь вот ангелочки или херувимчики. В общем, какие-то очень красивые персонажи рождественские. И тоже этот шарик идеально вписывается. Поэтому, конечно же, Марико, ваши шарики обязательно будут на елке. Я ждала, пока наряжу елку, чтобы обязательно показать вам эти шарики, дорогие друзья. Здесь вот смотрите, видите, как даже закреплено интересно. А здесь вообще с таким бантиком. Огромное-огромное спасибо. Анатоль Вовк мне сразу это передал. Но я хотела приурочить именно к Новому году, к Рождеству. У Марики есть страница на Фейсбуке. Марико, Марико Диндерани. И я хочу отметить также, что Марико сделала своими руками вот такую красивую открытку. Видно, что она очень творческий человек, с большим вкусом. Все очень красиво, изысканно, стильно. И это очень приятно. Огромное спасибо, Марико. Я желаю вам в Новом году здоровья, счастья. В общем, всего-всего самого интересного и творческих успехов. Огромное еще раз спасибо. Привет в Ригу. Начинаем сверху. Я выключила свет. Здесь, видите, такая балеринка изящная. Она у меня на самом верху, рядом с красивой бордовой розой. Дальше вот в таких вот горчично-бирюзовых розах. Этот персонаж, он у меня тоже один из самых любимых. Такой вот средневековый орликин. Дальше идут розы бордовые, красно-розовые. Вот это вот целый букет из зелененьких. Сиреневые. Вот здесь вот у меня шарик Марики. Очень органично тоже вписался. Горчичные розы. Вот красные. В общем, у меня эта елка со всех сторон. То есть я не то, что там только спереди наряжаю. Но, конечно, спереди идут самые интересные игрушки. Но все-таки, все-таки, слава богу, у меня теперь цветов вот хватает. Дальше идет одна из самых моих любимых, балерин. У нее вот, смотрите, такое красивое платье. Вот здесь что-то такое типа паборотников. Следующая балеринка тоже одна из самых моих любимых. Вот такая вот. Очень красивая. Ну и обратите внимание, цветы, как бы это каламбурно не звучало, всех цветов разуки цветы. И чайная роза, и красная. Ну, в общем, чего только нет. Вот здесь вот шарик Марики тоже очень удачно вписался. Смотрите, здесь есть все цвета, которые повторяются в шарике. Красный, горчичный, бирюзово-зеленоватый. Вот эти вот розы обожаю. Такие прям вот, прям вот стильные очень. И здесь еще один персонаж из серии любимых. Елочка немножко иногда шатается, но это не страшно, потому что она легкая за счет того, что игрушки все цветы, то она не тяжелая. Ее в любой момент даже можно передислоцировать. Мне это очень нравится. Жду ваших комментариев под этим видео. Как всегда, люблю, целую. Пока-пока.